Всем привет! Я решил создать на канале новую рубрику, которая будет называться Китайские металлические головоломки. Сегодня мы рассмотрим сразу три головоломки и я попытаюсь их решить. Итак, первая головоломка представляет из себя вот такие вот два кольца, которые сопряжены и задача будет заключаться в том, чтобы разобрать эти кольца, собрать из них узор, полностью их разъединить, собрать кольца других цветов, собрать кольца другой формы. Все это в одной головоломке. Казалось бы, такая простенькая маленькая головоломка, но заданий довольно много. И самое интересное то, что у меня нет инструкции к этим головоломкам, то есть я не знаю даже какие задания, но я это понял в ходе решения этой головоломки. Поэтому в следующих кадрах вы поймете, почему все не так просто. Вторая головоломка это замок, его необходимо каким-то образом открыть. У нас даже есть ключик от этого замка. Так просто ключ в замочную скважину не вставляется. Необходимо будет понять, как при помощи движения вот этого стержня нужно будет вставить ключ и как открыть замок. И последняя, третья головоломка это болт с гайкой, необходимо каким-то образом выкрутить гайку с болта. Так просто это сделать не получается, гайка стопорится. Так что попробуем каким-то образом раскрыть эту головоломку и вынуть вот это колечко. Сегодня буду решать сразу три головоломки и на мой взгляд это отличная возможность занять себя дом в такую холодную погоду. А купить самые интересные головоломки и лучшие кубики Рубика вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок cccstore.ru. В этом магазине вы найдете абсолютно все, что связано со спидкубингом. Это любые кубики Рубика. Смазки для кубиков, подставки для кубиков, маты, таймеры и все, что связано с этой тематикой. Также магазин гарантирует лучшую цену. Если в любом другом магазине вы найдете головоломок по более выгодной цене, специально для вас сделают уникальную скидку. И также при каждом заказе вы получаете подарок. Это может быть смазка для кубика, подставка для кубика, кубик-прилог и множество других подарков. Все будет зависеть от вашего заказа, но подарок вы получаете каждому заказу. В описании оставлю ссылку на магазин cccstore и на групп вконтакте. Кстати, в группе регулярно проводятся розыгрыши, поэтому рекомендую пройти и подписаться. Все ссылки будут в описании. А мы перейдем к решению трех металлических головоломок. Поехали! Давайте рассмотрим золотую головоломку, но для начала ее необходимо распаковать. И она сразу начинает распадаться, поэтому как-нибудь покрепче нужно взять. Насколько я понимаю, здесь задача будет заключаться в том, чтобы ее разобрать, а потом собрать обратно. И она сейчас уже не собрана, потому что вот здесь явно вот эти две детали должны состыковаться, но не состыкованы. И уже сейчас ее необходимо решать. Поэтому давайте... Ну, она вот распадается. Аааа! Здесь все не так просто будет. Все эти кольца скованы между собой. Вот так они выглядят. Кстати, очень красиво. Все такое блестящее. Золотые и серебряные кольца, то есть вот два золотых, два серебряных. Из них необходимо будет составить какую-то фигуру цельную. Главная сложность заключается в том, что я не совсем понимаю, какая должна быть финальная форма. То есть я приблизительно понимаю, что необходимо будет как-то уложить их так, чтобы они лежали красиво, но какая форма должна быть, я не знаю, потому что инструкции никакой нет. Но давайте достигать время. Старт, время пошло. Итак, давайте для начала пробуем все это делать на плоскости. Кстати, вот мне две детали состыковались. А, может быть, в этом и здесь суть? Может, в этом суть головоломки? То есть две я состыковал, необходимо стыковать еще две. Как бы это сделать? Их необходимо вот так объединить. Да, наверное, в этом суть головоломки. В том, что у нас сделать два кольца, которые сопряжены. То есть вот у нас сделались серебряное и золотое, но, наверное, лучше... Так, давайте сделаем еще одно серебряное и золотое. Для этого их необходимо объединить. Вот здесь есть вырез золотой детали, в серебряный точно такой же есть вырез. И нужно как-то продвинуть так, чтобы они совпали. Вероятно, нужно сделать одно золотое кольцо, одно серебряное. Давайте пробуем. Так, первое кольцо, вероятно, будет не сложно сделать. Да, первое кольцо я сделал золотое. Теперь сделаем еще одно серебряное. Вот, у меня золотое кольцо уже есть. Теперь давайте делать серебряное. Прошло, кстати, уже почти две минуты. Все-таки головоломка не такая простая. Итак, сейчас попытаюсь объяснить, в чем сложность. Нам необходимо сделать так, чтобы у меня две серебряные детали вот так вот находились с одной стороны. Но необходимо одну деталь повернуть на другую сторону. Но когда я поворачиваю, у меня между серебряными деталями появляется золотая деталь. Сейчас попытаюсь это показать, но, наверное, это не так просто показать. Есть, все, решил. Стоп. Я решил, когда хотел показать. Итак, две минуты тридцать семь секунд. Объединил два кольца. Судя по всему, загадка головоломки как раз таки вот в этом. У меня получились два кольца, золотое и серебряное. Я могу их разобрать и сделать два кольца, которые будут наполовину золотое, наполовину серебряное. Еще у меня есть подозрение, что можно, в принципе, все детали разъединить. Потому что у нас на каждой детали есть вырез и, возможно, если постараться, можно каждую деталь вынуть. Давайте пробуем это сделать. Давайте снова засекать время. Это будет второе задание этой головоломки. Старт. Нет, сбрасываем предыдущее время. Сброс. Старт. Время пошло. Итак, давайте попробуем разъединить. По идее, возможно, получится это сделать, но не факт. Так, я прохожу сквозь золотое. Так, получилось, кстати. Одну получилось достать. Так, получается разъединять, да. Есть. Есть. Стоп. Потратил минут 35 и все-таки теперь я понимаю суть данной головоломки. Я, в принципе, решил уже все положения, которые только возможны. Единственное положение, которое еще не решал, вот из такого объединить обратно и собрать кольца. Можно, конечно, пробовать это сделать, но, мне кажется, только зря время будем терять. Давайте попробуем. Я ускоренно это сделаю. Скорее всего, много времени потрачу. Сбрасываю. И начинаем. Нам необходимо все их объединить. Так, для начала объединяем золотые. Есть. Стоп. Потратил полторы минуты. Так, что теперь я уже точно могу сказать, что я полностью решил эту головоломку. Я решил все задания, которые могут в ней быть. Но, хочу заметить, то, что она оказалась намного интереснее, чем я думал изначально. Она действительно интересная. Кстати, вот это, по-моему, неправильно состыковал. Очень странно. Я еще немного покрутил эту головоломку и выяснил, что кольца можно собрать двумя способами. Первый способ, вот, когда у нас кольцо получается такое идеально ровное. То есть у нас никаких выпирающих деталей нет. Второй способ, когда у нас кольцо получается вот с такими выпирающими деталями. Вероятно, необходимо собрать вот именно такие кольца, когда у нас идеальные. И серебряное, золотое кольцо можно собрать двумя способами. Поэтому давайте соберем серебряное кольцо правильно. Вероятно, для того, чтобы собрать, необходимо просто деталь по-другому поставить. Кстати, вынимать детали можно просто вот так, оказалось. То есть не надо ввести к какому-нибудь выходу. Поворачиваем. И, возможно, сейчас у нас соберется правильно. Нет, неправильно собралось. Если вот так сделаем. Если вот так повернем. Сюда. Вот, получилось. И у нас получились два вот таких идеальных кольца. Я сейчас посмотрел запись того, как изначально выглядела головоломка. И немножко покрутила за кадром. И мне удалось привести ее к первоначальному состоянию. Вот так она выглядит. Состояние максимально нестабильное. То есть если отпущу, все распадется. То есть оно держится только в плоскости. Вот так-то. Так. Вот так плоскость она держится. И, в принципе, картинка довольно красивая получается. Вот так она выглядит. Так что эта головоломка не такая простая, кажется, на первый взгляд. Здесь много заданий. Рассоединить все детали. Собрать вот такой узор. Собрать кольца. Собрать такие кольца, чтобы были выпирающие детали. Чтобы не было выпирающих деталей. Собрать кольца полностью золотые, полностью серебряные. Собрать кольца наполовину золотые, наполовину серебряные. Так что, казалось бы, такая простенькая головоломка, но много заданий, это довольно интересно. Они не суперсложные, но интересные. Смотрите, какой красивый узор получается. И случайно собралось кольцо. Случайно только что собралось кольцо. Наверное, случайно так же соберется и второе кольцо. Да, это было очень просто. Следующая головоломка это замок. В наборе у нас также идет ключик и, вероятно, необходимо этот замок открыть. То есть сделать так, чтобы он открылся. Давайте пробуем решить. Будем стекать время. Кстати, я уже сейчас вижу, что в эту щель ключ так просто не ставим. То есть у нас там внутри какая-то труба, скорее всего вот этот вот стержень. Да, ладно. Я уже вижу, что там какая-то прорезь появляется. Давайте решать. Так, затекаем время. Старт, время пошло. Итак, я сейчас, когда поднимал стержень, у меня появилась прорезь. И стержень вращается. Так, давайте пробуем поставить туда ключ. Делаем прорезь, вставляем ключ. И смотрим, что у нас происходит. Ключ не вращается. Это, в принципе, и логично, потому что мы сейчас засунули ключ просто-напросто в трубу. Потому что если вращать трубу, видно, что у нас где-то есть прорезь. Но по бокам бортики, само собой, ключ в этой трубе вращаться не будет. Если поднять чуть выше, нет, у нас ничего не происходит. То есть, если просто засовывать ключ в эту щель, у нас ничего не произойдет. Давайте смотреть, что у нас еще есть. У нас также есть верхняя часть, которая у нас проворачивается. Скорее всего, это цельное кольцо какое-нибудь. Либо не цельное. В любом случае у нас должен быть прорезь для того, чтобы замок открылся. Я здесь вижу зубчики. Вот здесь есть зубчики. Вот. Один и два. Давайте вращать вот этот вот стержень. То есть, я уже точно понимаю, что просто вставлять кольцо в щель нет смысла. Потому что мы будем вставлять трубу. Давайте пробовать вращать как-то эту трубу. И что-то делать с этим. Потому что у нас все детали, которые передвигаются, это труба и стержень. Давайте пробовать. У меня есть подозрение, что в каком-то положении просто-напросто у нас как-то разблокируется кольцо. Кольцо явно будет двигаться не в эту сторону, потому что у нас зубчики, которые мешают, а вот в эту сторону будет двигаться. Нет. Все, я остановил время. Минута 46. Это было несложно. Это было совсем несложно. То есть, необходимо было просто повернуть правильно стержень. Даже не повернуть его. Нужно было поднять, по-моему, просто. А, не, повернуть. Еще в правильном положении необходимо было повернуть. И по идее, кстати, можно на этот замок надеть ключик. И закрыть его. Не получится. Нет. Потому что у нас здесь есть бортики, которые не дают ключику надеться. Если бы этих бортиков не было, я мог ключ чуть дальше протянуть, и замок защелкнулся бы. Но он не защелкивается. Ладно, не получится так сделать. А это было бы интересно, что у нас замок и ключик надет на этот замок, и надо как-то решить эту головоломку. К сожалению, так не получится сделать. Ключ, который делают в наборе, но при этом не используются, это очень круто. Я впервые вижу такое в головоломке. Дополнительный элемент, который только запутывает. Следующая головоломка это металлический болт. Он тоже идет в зиплок в пакете. Раскрываем. И самое интересное то, что я данный болт купил уже очень давно. Но он у меня лежал, потому что я ждал другие металлические головоломки для того, чтобы сделать один ролик по нескольким головоломкам. И вот именно тогда, когда я собрал снимать видео, у Жени Бондаренко 2 дня назад вышел ролик про такой же болт. Я специально не смотрел у Жени видео. И давайте посмотрим, сколько мне времени понадобится на то, чтобы решить такую головоломку. Посмотрим, кто быстрее справится. Кстати, у нас, по-моему, у Жени еще ни разу не пересекались головоломки. Ну а давайте пробуем его решить. Будем застекать время. Кстати, насколько я понимаю, нам необходимо будет вынуть вот эту вот деталь. Давайте застекать время. Старт. Время пошло. Итак, скорее всего необходимо будет выкрутить гайку. Она у нас не выкручивается. Так, с этой стороны у нас ничего не двигается. Но гайка немножко двигается. И у нас вот эта часть тоже двигается, вот даже заметно. Она немножко двигается. Вероятно, путем движения вот этой части перемещения можно будет раскрутить гайку. Да, вот здесь видно то, что у нас резьба немножко отодвигается. И, возможно, нужно сопоставить резьбу для того, чтобы гайка провернулась. Так. Пока получается. Здесь уперлась. Ну, я наполовину раскрутил. Если держу пальцем, то раскручивается. Стоп. Минута 0,3. Это было не сложно, это было слишком просто. Это было очень просто. Так, и в чем же заключается загадка? Загадка заключается в том, что у нас резьба... Так, так, так. Вся загадка заключалась в том, что нам необходимо просто-напросто пальцем держать вот эту деталь, для того, чтобы когда мы раскручиваем, у нас резьба не съезжала в бок. Потому что у нас есть вот такой вырез. Вот так оно выглядит. Если я перестаю держать пальцем, у меня вот за счет того, что у нас есть небольшая щель, резьба чуть-чуть поворачивается. Вот, она немножко повернулась, и у меня уже все заблокировалось. И дальше гайка не откручивается. Если я пальцем держу, у меня все хорошо раскручивается. По идее, когда я буду закручивать, я буду вращать в другую сторону, и у меня не будет такой проблемы. Кстати, ну, деталь снимается, я просто не показал, что я ее снял, но она снимается. Давайте пробуем закрутить. Так. Закручиваем. По идее, когда я буду закручивать, мне не нужно будет держать пальцем. Но это не факт. Так, криво пошла резьба. Ровно нужно поставить. И теперь закручиваем. Да, как я и говорил, в эту сторону держать не нужно. Все, гайка дошла до конца. И теперь в обратную сторону просто будем держать пальцем, и все, можно будет раскрутить. Головоломка оригинальная. Очень оригинальная. Мне понравилось и решение, и загадка. Она простенькая, она совсем простенькая, конечно. Но мне решение понравилось. Я такую головоломку раньше не видел. Давайте подойдем итоги по всем трем головоломкам. И как обычно, будем выставлять уровни сложности. Начнем с первой головоломки. Это кольца. И данная головоломка меня приятно удивила. Я не ожидал того, что в такой простенькой, казалось бы, головоломке будет так много заданий. Разъединить все кольца. Собрать обратно кольца. Сделать из них узор. Первоначальный. Сделать вот такие вот пересекающиеся кольца. Вот такие. Сделать эти кольца другого цвета. Сделать эти кольца другой формы. Это действительно интересно. Оказалось бы, такая простенькая головоломка. Но она довольно интересная. Поэтому уровень интереса у нее 7 из 10. Да, она действительно интересна на 7 из 10. А уровень сложности на 5 из 10. Она все-таки простенькая. Но, тем не менее, мне она понравилась. Вторая головоломка это замок. Я бы дал ей уровень сложности 2 из 10. Она совсем простенькая. То есть вы просто вращаете стержень, и в какой-то момент у вас замок открывается. Ключ совершенно не нужен. Но, опять же, если вы начинаете рассуждать логически, вставляете ключ и понимаете, что он просто-напросто попадает в стержень и никуда не повернется, решить головоломку намного проще. Если вы не будете рассуждать логически и просто будете как-то пытаться вращать ключ, конечно же, вы намного больше времени потратите. Но головоломка очень простая. Уровень интереса я бы дал ей 4 из 10. Она довольно необычная. Оригинальность однозначно на высоте. Потому что плюс дополнительная деталь, которую я никак не использую в головоломке, это интересно. Болту я бы дал уровень сложности 2 из 10. Это совсем простая головоломка. Не на единичку из 10, потому что единичка из 10. Я даже не знаю, к чему можно найти 1 из 10. Все-таки головоломка надо немножко подумать, надо посмотреть, как там что устроено и как она будет вращаться. Так что на 2 из 10 уровень интереса тоже на 3 из 10. Это не совсем интересная головоломка. Но, что касается оригинальности, действительно, она очень оригинальна и очень необычна. Так что все три головоломки меня удивили. Я не ожидал того, что они будут настолько оригинальными, настолько интересными. А вам, надеюсь, понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудьте подписаться на мой инстаграм. Ссылка на него есть в описании, там много интересного. Рекомендую подписаться. Ссылка в описании. И также в описании ссылка на мой второй канал и на все мои социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока!